Добрый день, уважаемые трейдеры компании E-Markets. На связи Роман Корнев и моя традиционная аналитика по торговой стратегии Scalping.intraday. Сегодня необычный день. Я пью чай. А чай я пью, потому что у меня сегодня день рождения, поэтому можете поздравлять меня в комментариях. Чай я буду пить вот с таким трейдерским тортом, поэтому можете меня поздравить. И сегодня я подготовил вам несколько торговых инструментов, на которых мы можем заработать. Итак, поехали. Итак, по евро-доллару у нас наметилась коррекция, поэтому ожидаю, что если цена подойдет к линии поддержки, то здесь в районе цены 0.9769 может быть покупать и зарабатывать на росте. Кстати говоря, все сигналы, которые я делал на прошлой неделе, отработали в плюс, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании будет. Британский фунт к американскому доллару. Также намечается коррекция, хотя он сейчас в восходящем тренде, но посмотрим. У нас на этой неделе нонфарм, укрепление доллара, поэтому, скорее всего, пары все эти пойдут вниз. И если мы пойдем вниз, то здесь будет линия поддержки, на которой можно будет зарабатывать, на коррекции, от которой можно будет зарабатывать. В районе цены 1.1441 линия поддержки. И зеркальная линия поддержки в районе цены 1.1370. От них можно ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Доллар-канадец пока что в такой консолидации готовится к прыжку, либо вверх, либо вниз, но нам без разницы, куда он пойдет. Важно то, что если он дойдет до линии сопротивления, от него мы можем продавать и зарабатывать на падение. Это в районе цены 1.3718. А если он пойдет вниз, то здесь в районе цены 1.3502 можем выставить ордер на покупку и зарабатывать на росте. Синими квадратами я отмечаю разворотные точки. Швейцарский франк и японская иена. На что стоит обратить внимание? Иена сейчас очень волатильно двигается. Вот прям такие сильные движения делает. И это хорошо. Это нам дает что? Дополнительные максимумы и минимумы, на которых мы сможем построить линии поддержки сопротивления. И сейчас у вас сформировались как раз такие две линии шикарные. И здесь можно будет также продавать около сопротивления в районе цены 150-174. А или покупать в районе цены 146-801 и зарабатывать на росте. Также от них можно будет запустить моего робота. Кто смотрел мой канал, знает, что у меня есть робот полуавтоматически. Он помогает нам торговать. Помогает, чтобы не сидеть, не следить за рынком. Вы можете поставить робота на VPS сервер и он будет зарабатывать за вас. То же самое и сделать сделки. Допустим, если вы хотите купить от линии поддержки, вы поставили отложенный ордер, он купил. И дальше он собирает прибыль по тренду. Если цена пойдет в коррекцию, он может усредить позицию или закрыть ее на том уровне, на котором вы выставите, чтобы не потерять депозит. Кому интересно, переходите по ссылке в описании на мой канал. Там будет видео про робота. Австралийский доллар также движется вниз. И если пойдет еще дальше, здесь будет линия поддержки в районе цены 0.62.57. От нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. Ну и давайте посмотрим еще канадецкий и японский иен. Это кроссовая пара, которая сейчас тоже вот в связи с тем, что иена сильно двигается, сформировала две линии поддержки и сопротивления, от которых можно будет зарабатывать. Линия сопротивления в районе цены 110.255 здесь продаем, зарабатываем на падение. И в районе цены 106.244 линия поддержки, если дойдем до сюда, можно будет покупать и зарабатывать на росте. Также я подготовил аналитику по британскому фонду, к швейцарскому франку, по нефти, биткоину, золоту. Обязательно переходите ко мне на канал и там смотрите полный обзор. А сейчас давайте посмотрим новости, на которых мы можем заработать на этой неделе. В понедельник сегодня индекс потребительских цен по еврозоне, в 13 часов по Москве. Традиционно повышается волатильность. Во вторник решение по процентной ставке австралийского центробанка. Здесь ставка увеличивается на 0.25%, поэтому ожидаем укрепления австралийского доллара. В среду вечером нас ждет заявление ФОМС и решение по процентной ставке ФРС. Здесь изменение на целых 0.75%. Это очень существенное изменение, ожидая укрепления и без того растущего доллара. В четверг также решение процентной ставки в Британии. Здесь тоже изменяется на 0.75%, поэтому ожидаем укрепление британского фунта. Ну и наконец в пятницу изменение числа занятых в нефтельскохозяйственном секторе. Традиционный нон-фарм изменения есть. Оно уменьшает количество занятых по прогнозу. Поэтому учитывая то, что доллар может вырасти на решение процентной ставки, эта новость может выступить драйвером как раз-таки технической коррекции. Ну и в это же время изменение занятости в 15.30 по Канаде. Поэтому также ожидаем увеличение волатильности. Ну что, вот такие новости у нас на эту неделю. Я пошел пить чай с праздничным тортом. А вы зарабатывайте на мои сигналы. Всем пока, удачи! Субтитры подогнал «Симон»!